всем привет друзья что-то у нас там на улице происходит такое интересное сирена какая-то будет детки наши уже все проснулись сейчас покажу вам привет да бери это ты же думаю типа играю видео как дела мешутка тут уже играет юлиана и здравствуйте здравствуй олег только только олег с вами поздоровался молодец здравствуйте здравствуйте детишки у наших детей как они живут как в пионерском лагере да и тут мы значит взрослые с алексеем спим они проснулись сами позавтракали сами все убрали молодцы дружные до молодцы давай кошачий мукбанг дать моша Субтитры сделал DimaTorzok 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 мяч ладно мяч ерунда мы постираем потом понятными шутка поблажки то делает миша поблажки делайте девочки маленькой поблажки поддавайтесь немножко в общем детворя детвора у нас гоняют футбол в том числе и маленькая юлианочка молодец автогол давай но ты что не рекомендуем вот такой вот розжиг проще бумажками долю дать тебе этот щипцы не надо ты судья что ли олег итак друзья у нас уже тут вовсю процесс ох какая вкуснятина аппетитная алексей за главного шашлычника детки тут продолжают играть вау ничего себе ну как юлианочка аппетитно класс да очень даже то есть буквально через пять минут дайте переверну на кулинарный тоже заснять это потому что я нажимаю идет сок значит не кровь идет значит уже готова ну давай расскажешь про свой метод алексей тут поджевывает что-то ты смотри этот не наслюняет все 12 бедрышек таки что-то живет вот специально камеру включила аж этот челюсть замерла нет лук некоторые бугрицы его отрываю при дарится отрывать ага смотрите а вилку чего так накручиваешь это лук такой длинный у нас соль нормально дети у нас прятки играют бегают друг за другом ищут лишь бы не упали вкусняшка я к стоматологу собираюсь в таких условиях я еще зубы не чистила как этот какая-то там девушка начала брить зону бикини как этот молодая девушка брила зону бикини ничего не подозревал и включил фронтальную камеру ничего не подозревала пока по экрану не поплыли сердечки так я пришла в поликлинику на входе сразу антисептик по-моему какой то что чуть я не помню здрасте а стоматолог на каком этаже четвертый спасибо лифт работает спасибо конспирация грузовой лифт ну в смысле этот для каталог ко мне вот этот час приедет вот куда мне нужно стоматологическое отделение лавочке заклеены соблюдаем инстанцию ну а вот это интересно детям снимаю чтоб знали так друзья это россия как я вам уже говорила до этого все для людей здесь сделают блин ешки матрешки это я детей с алексеем отправила чтобы они домой поехали а сама сказала пешком дойду от стоматолога вот они уехали а я иду пешком это ты это я и я и я екарный бабай блин все для людей в этой россии вот смотрите видите красотка какая теперь вот ходи как хочешь называется так это еще пол беды это я сейчас в грязи вообще здесь вот строят вот такой забор не сказали что вот этот проход вот этот проход тоже будут закрывать так у нас дети вот через вот эти железные пути всегда ходят спорткомплекс это дети которые живут на той стороне ходят в спорткомплекс а дети которые живут на той стороне ходят в школу то есть на нашей стороне школа на противоположной стороне спорткомплекс то есть тут постоянно ходят дети с родителями либо самостоятельно но уходят дети вот и вместо того чтобы сделать человеческий пешеходный переход со светофорами здесь сказали закроют просто наглухо сейчас я развернусь покажу вам издалека вот видите вон той синенькая это спорткомплекс здесь раньше не было вообще забора общение было а сейчас его строят и как мамочки в группе ватсапе сказали что рабочие которые здесь работают они сказали что вот это все будут закрывать наглухо соответственно теперь всем детям которые учатся на нашей стороне школе и которые занимаются спортом на противоположной стороне придется ходить в обход вон там где-то метров 800 900 около километра есть пешеходный переход мост пешеходный вот соответственно дети которые живут вот в этих домах должны будут километр пройти туда перейти по пешеходному переходу и километр потом идти в сторону спорткомплекса точно также наоборот вот это вот это вот жилые дома и тут их куча прям вот в этой стороне дети которые ходят школу должны выйти из дома пройти вот так километр пройти через пришел пешеходный переход и школа находится вон там то есть еще до школы километр от станции идти соответственно минимум два километра каждому ребенку добавляется в один конец чтобы вернуться домой еще два километра вот четыре километра ребенку добавляется но почему нельзя сделать настилы если вы не хотите навесные если дорого на весной пешеходный переход либо навесной мост вот здесь сделать вот здесь самые самые эпицентр где происходит по каждодневные вот туда-сюда хождение детей в общем все в россии для людей понятно как то так это ужас это ужас я не знаю сейчас вот сентябрь наступит если все откроется и мы пойдем опять спортом заниматься то как мы будем ну наверное я так предполагаю мы будем на машине детей возить а у кого нет возможности при том что знаете самый прикол в том что ладно здесь на нашей стороне дети идут километр до станции по тропинке потом переходят через мост и уже по той стороне они идут вдоль дороги вот такая узкая дорога на одну полосу вот здесь даже широкая на две полосы а там узкая чтобы разъехаться машинам им надо обоим съехать на обочину вот и соответственно тогда только машина могут разъехаться и ребенок должен идти не по тротуару а по вот этой узкой дороге когда родители на общешкольном собрании задавали вопрос ну как же быть то есть машина едет например мало ли как как какая-нибудь молодежь да и едет на скорости ребенок идет спиной к этой машине до машины его догоняет мало ли ребенка заденет машина на что сотрудник полиции которая проводила объяснительную работу разъяснительную работу с родителями на общешкольном собрании в школе просто пожала плечами и сказала не в моей компетенции обращайтесь с этим вопросом в администрацию администрация вопрос не решает короче все для людей все для нас любимых как то так вот я уже почти пришла домой сейчас будем кушать шашлык друзья сегодня у нас были гости только ушли недавно приносили вот такой шоколад посмотрите слушайте но он шикарный я вам скажу что это просто прям реально настоящий шоколад 72 процента какао и это не и это правда короче какая-то вкус победа что за кондитерка непонятно вот такой большой шоколад 250 граммовый горький очень вкусный фирма победа да а то мы привыкли красный октябрь красный октябрь вот такие дольчики здесь тимошка носится тут как конь мишутка так просил чем че слушайте с таким удовольствием ей гостям с собой дала смотрите только-только я открыла полная была ведерко все на донышке осталось вот еще рассказать так я уже всю посуду перемыла время у нас ведут и без 15 час ночи ты годичек у меня осталось три штучки у меня тесто в холодильнике лежит кстати она сначала так надулась а потом у инк спустилась че это она испортилась нет еще раз надуется нами в тепле ну скорее всего потому что дрожжи в холоде останавливаются а че он тогда начал надуваться сначала холодильнике но еще по инерцией по инерцией понятно ну короче слушайте бананы заржавели наверное придется этот пожарить их в кляре или папе на папа у нас банан ест после гостей они принесли такую а две мелкие короче столько шоколада осталось жесть вот я уже посуду перемыла тряпочки все свои развесила на свою хромакейную установочку красота все высохнет к утру там у меня уже чистота порядок ладно отключаюсь друзья если видео понравилось ставьте пожалуйста лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии нам очень приятно с вами общаться всем спасибо за просмотр всем пока пока приходите еще